Ирландия в Бадале. Первый канал начинает трансляцию матча сборной России, сборной Грузии. С вами комментатор Виктор Гусев. Положение команд в нашей группе. Швейцария 12 очков, Россия 11, Ирландия 11, Албания 8. Албанцы уже закончили турнир и Грузия 7 очков. Ирландия 11, Ирландия 11, Ирландия 11. Ну а сейчас послушаем Виктора по стадиону и прозвучат гимны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я говорю об этом, потому что турнирного значения для команды Грузии этот матч не имеет Разве что опередить в турнирной таблице сборной Албании Но, внимание, Киржаков скидывал пяткой Булыкину Булыкин не успел нанести удар Но очень хорошо перехватывает передачу мостовой Наши не дают мне назвать состав нашей сборной Паскоряки на левый фланг Каряков простреливает Кизанишвили бросается под эту передачу И уже контратака грузинской команды Итак, пятый номер у нас Андрей Каряка Шестой Сергей Игнашевич Ответ сборной Грузии Это был Эшвили Седьмой Виктор Аноп Капитан команды Восьмой Ролан Гусев Девятый Дмитрий Булыкин Десятый Александр Мостовой И одиннадцатый Александр Киржаков Главный тренер Георгий Ярцев На правом фланге у нас расположился Ролан Гусев Пас назад в линии обороны Здесь Игнашевич Рядом с ним Анопко Я уже сказал, что у нас сегодня Атакующий вариант состава И вот под непривычным номером Играющий сегодня Егор Титов Под четвертым номером Сейчас рвался в штрафную сборной Грузии Тоже не получилось Тоже, как и незадолго перед этим У Булыкина Скидешвили делает пас на левый фланг И хороший подкат Вадима Евсеева Сборная Грузии Братарь первый номер Георг Ламая Московский Спартак Второй Зурабхиз Нисшвили Глазго Рейнджер Шотландия Третий Ревас Кимаклидзе Локомотив Тбилиси Четвертый Ливан Кавиашвили Шальки Германия Очень важная фигура в составе сборной Грузии В грузинском матче был команд Он не играл из-за дисквалификации Пятый Даток Верквелия Динамо Тбилиси Шестой Ливан Кишвили Фрайбург Германия Седьмой Георгий Немсадзе Данди Юнайтед Шотландия Это капитан грузинской сборной Восьмой Хорошо нам знакомый Михаил Ашветья Из московского Локомотива Локомотива Можно, конечно, сказать Грустно так пошутить, что это традиция Мы первыми пропустили мяч в Гублине В матче с орландцами Первыми пропустили здесь, на Локомотиве В игре со сборной Швейцарии И оба раза все, наверное, закончилось хорошо Но давайте посмотрим еще раз Я даже не успел дочитать до конца список футболистов сборной Грузии И Ашвири неожиданно пробил И как-то дезориентированный Овчинников Вообще даже не среагировал на этот удар Титов Пас назад Коряка И грузинские футболисты Это Кимаклидзе выбивают мяч и штрафной Да, ничего себе Ничто не предвещало удар Но, конечно же, обычный рикошет Мы снова пропускаем после рикошета Нужно будет еще раз посмотреть Мне показалось, что мяч попал Титова или, может быть, в Коряку Так или иначе, конечно же, мяч будет записан на счет И Ашвили Полузащитника немецкого Фрайбурга Я говорю снова рикошет Потому что, помните, в Гублине Когда нам добили ирландцы Тогда был рикошет от Анопко Мостовой навешивает Штрафную Рвался Анопко Его держали руками Немсадзе Один капитан держал руками другого И я думаю, мы еще не раз увидим сегодня повтор Мяча, забитого в наши ворота Потому что это какая-то нелепость Мостовой подает слева фланга Ломает спартаковский вратарь Выходит из ворот До мяча не одобрался Но ему помогли защитники Итак, восьмой номер Михаила Шветия Девятый Александр Яшвили Из Фрайбурга Который нам забил только что мяч Десятый Гочи Джамараули Из Донецкого Металурга С Украиной один С Георгий Димитрат за его одноклубник И новая атака грузинской команды Вот такое начало Держаков попытался выпрыгнуть Но его опередили защитники И вот Хазанишвили отдает мяч назад Своему вратарю Ломая Да, честно говоря Никак я не могу опомниться После такого начала Хорошо, чтобы это было только со мной Чтобы как-то наши футболисты Быстренько нашли свою игру Георгий Димитрат за Лежит на газоне Ну что, возможно, это ответ За его Недавний фолк Вот фановка Видите, мяч еще, по-моему, задел штангу Вот еще раз И Ашвили бьет Задевает кого-то из наших футболистов Овчинников делает шаг в один угол Мяч летает в другой Тут никаких претензий не может быть К квартарю московского локомотива Да, или Игнашевича мяч задел Но, к сожалению, на моем мониторе Не очень хорошо видно Собственно, эта роль никакой не играет Главный тренер Слева на ваших экранах Лераб Жордания Главный тренер одновременно Президент Гурзинской Федерации Футбола Тем временем Еще одна новость Новость из-за разряда не очень-то Швейцария в матче Со сборной Ирландии выигрывает Со счетом 1-0 Там, соответственно, тоже самое-самое Начало матча И этот счет Который нас не устраивает Да, я сказал, что это решающий матч На нашей сборной Внимательные телезрители могут сказать Но это тренерская скамейка нашей команды Беоргий Ярцев Справа рядом с ним Ренат Досаев Я сказал, что матч решающий Внимательный и критически настроенный зритель Можно сказать Ну что же вы, Виктор, говорили Что в Дуплине решающий матч с орландцами Матч с Швейцарией тоже был решающий Слово решающий Но, конечно, в Дуплине нам нужно было играть в ничью Как минимум У швейцарцев нужно было выигрывать И сегодня нужна обязательно победа Нужно выиграть Поскольку мы рассматриваем все варианты Что будет, если сегодня сборная России сыграет в ничью Сейчас закончится эта атака И я продолжу свою мысль Если мы сыграем в ничью Нам вообще не нужно следить за ходом матча Швейцария-Ирландия В этом случае мы точно оказываемся на втором месте И идем на стыковые матчи Их же ревьевка в понедельник А сами матчи будут проведены Два матча дома и в гостях В середине ноября Но об этом даже не хочется думать Титов Как примеривает Для того, чтобы нанести удар Скидывал мяч Гусев Ближе к линии штрафной не точно И контратака грузинской сборной Которая очень активно начала эту встречу Доток Верквели из Билисского Динамо Пас к линии штрафной Мяч попал в ногу Сенникову Димитрадзе Хороший пас По тому же Иашвили Иашвили бьет Испон Анопко Опасный удар для Овчинникова Иашвили сегодня хорошо настроился на игру Этот футболист немецкого Фрайбурга Вообще-то номинальный нападающий Но сегодня вроде бы действует под форвардами Два игрока атаки Ашвити восьмой номер И один номер Димитрадзе У грузинской команды И вот Иашвили очень хорошо им ассистирует И вот нанес такой удар Который закончился голом в наши ворота Мостовой Стадион продолжает поддерживать нашу сборную Россию Мостовой Россия, Россия Рвется вперед Киржаков Наши показывают Что капитан грузинской сборной Немсаза сыграл рукой Но австрийский арбитр Конрад Плаутс на это не реагирует Анопка Мостовой Назад Титову Бусев Сместился в центр Отдает Мостовому Мостовой Играл в стенку С Бусевым Бусев до мяча не добрался И надо сказать Дёрг ломает Сыграл уверенно Несмотря на отсутствие игровой практики В составе московского Спартака Видите, как сейчас Бусев оставил свой правый фланг Евсееву Сам сместился в центр И был близок к тому, чтобы завершить ударом эту атаку Но немножко сильный был пас мостового Мы сказали, что Хакан Гитин, если я не ошибаюсь Забил первый мяч швейцарцев в ворота сборной Ирландии И в первую же паузу Когда у нас здесь будет пауза Мы покажем этот мяч Нет, это Вот пас Швейцарцы, как и сборная Грузии Играют Они в красных футболках И вот, смотрите, по-моему, Шеплиза сделал великолепный пас И Екин, обыграв с вратаря Послал мяч в сетку Я должен вам сказать, дорогие друзья Что вы находитесь в предпочтительном положении По сравнению с теми, кто пришел на стадион Локомотив И объяснил после этого эпизода, почему Сейчас мяч Кизанишвили Выбил И уже Скотишвили его контролирует Пас налево Дело в том, что По решению руководства Российского футбольного союза По стадиону не будет объявлений О ходе матча Швейцария-Ирландия Ну, может быть, решили не нервировать футболистов, зрителей Тренеры будут получать такую информацию Тайно, каждые 15-20 минут Но не болельщики и не футболисты А вот вы будете узнавать Счет матча Швейцария-Ирландия по ходу И даже видеть забитые мячи Как мне объяснил пресс-аташе сборной России Андрей Тарабрин Вообще объявлять Результаты других матчей по стадиону Во время игры Можно и это и нельзя По европейским правилам делается, как мне сказал Тарабрин Это по усмотрению соответствующей федерации На усмотрение федерации поставлено И вот наши решили этого не делать Тем временем угловой удар У наших вороты такое достаточно обескураживающее начало Вы видите, что у нас сегодня атакующий вариант Два нападающих, Булыкина и Киржаков Оба центральных полузащитников Мастерой Титов Бесспорно это полузащитники атакующего плана По флангам Горяка и Бусев Ну и четверка защитников И двое из них прекрасно подключаются по флангам Могут и все их и Сенников Ну и также вперед идет Игнашевич С удовольствием И Анопка тоже В общем, атакующий вариант Потому что, повторяю, сегодня нам нужно выигрывать Но пока что 0-1 И пас назад Георгу Ламая У нас в допасе 12 номер Вратарь Вячеслав Малафеев из «Зенита» 13 номера Из «Суеверия» у нас в числе запасных нет 14 Евгения Алдонина из «Ротара» 15 Андрей Саламакин из «ЦСК» 16 Дмитрий Ласков из «Локомотива» 17 Марат Измайлов тоже из «Локомотива» И по 17 Дмитрий Сучев из французского «Марселя» Ну и сразу скажу Кто в запасе у сборной Грузии Это вратарь Давид Гварамадзе Динамо «Тбилиси» 13 номер Виталий Доросели Из «Тбилисского Динамо» Полузащитник 14 Малхаса Сатиани Хорошо нам знакомый Человек, забивший нам мяч В Грузии Когда мы весной проиграли 0-1 Малхаса Сатиани из «Московского «Локомотива» 15 номер Ливан Таргалидзе Полузащитник Защитник Георгий Шашвили из «Динамо» Тбилиси Атархиза Нишвили Тоже из «Тбилисского Динамо» Это удар поворотом Евсеева И 18 номер В числе запасных сборной Грузии Это тоже «Тбилисский Динамовец» Владимир Бурдули Наши тем временем провели атаку И увидели удар Вадима Евсеева Редактор нашей программы Ольга Журова Которая внимательно сейчас Вот по монитору По моей просьбе Еще раз посмотрела Эпизод взятия наших ворот Говорит мне, что мяч Влетел рикошетом от Игнашевича Ворота сборной России Повторяю, такая печальная традиция Но будем надеяться на то Что наши ситуации Исправят Как это они делали В Гублине И здесь, на Локомотиве Во время матча со сборной Швейцарии Там вообще коряка забил В свои ворота Кемоклидзе Идет вдоль центральной линии Ждет справа Совершенно один Для Георгия Димитраца И вот попытался Ему так протолкнуть мяч Ашвете В борьбе С Игнашевичем Уже коряка Который пришел в центр Со своего левого фланга Отдает Кемоклидзе Из тбилисского локомотива Центрального защитника Мостовой Не получилось Хорошо в отборе Здесь сыграл Кемоклидзе Правда Пас ему Не удался Ашвете Нет Показывает Михаил Ашвете Что все было четко Просто Сам он Сыграл недостаточно Технично На знакомом Ему Как в больнице Мостовского локомотива Газоне Этой арены Если Титов Так и остается Как в атакующей Часи полузащиты То Мостовой Вовращается назад Получая мячи От защитников В центральном круге Рикошет Булыкин Великолепный удар Булыкина Ломая Спасает свою команду И совсем немножко Коряка не успевает На добивание Какой момент Мы сразу Вспомнили игру Со сборной Швейцарии Сейчас наверное Матч нужно остановить Потому что Кто-то из Грузинских Футболистов Лежит По вратарской площади Нет Мужественно Поднялся Наши продолжают Атаку Кержаков Гусев Смещается Направо Его преследуют Кверквелия Гусев пытается Кверквелия Обыграть Кверквелия Очень цепко Действует И вот Аут Заработал Аут Для своей команды Все сделал Очень четко Кверквелия Это игрок Белийского Динамо Смотрите Повтор И Маклидзу Успел Ломая Уже Ломая Спас ворота После удара Булыкина Не дотягивался На этого мяча Коряка был Первый На мяче Как говорят Футболисты По сравнению С футболистом Ломая Но еще Раньше И надеемся Что это Не будет Назовем так Синдромом Малхаза Ассетяни Малхаз Ассетяни Человек Который сейчас Сидит В запасе Борис В составе сборной Тоже сидит На лавке Что называется Вот Пожелаем Избежать Булыкина Синдрома Ассетяни Титов Синдрома Синдрома На это На это Синдрома Команды Очень важна Эта Кругная Связка Полузащитника Джамараули И нападающего Дим Традзе Они оба Из Донецкого Металлурга Уже говорили о том Что Джамараули Точно сегодня На игру Не выйдет Но вот Видите Вышел Скотешвили Из Фрайбурга Тоже такая Связка И Ашвили Скотешвилиш Девятый И шестой Номер Из немецкого Фрайбурга Повторяю Грузинская сборная Всем своим видом Показывает Что сегодня Будет Серьезная борьба На поле И не только видом Но доказывает Это и делом Хоряка Слева получил На фланге Пойдет в обыгрыш Но тут сразу Два футболиста Сборной груди Кержаков Хорошо мяч принял Достаточно технично Удар техничный Не получил Проанализировать Проанализировать Положение Каждой из этих групп Сочетать вам Результаты матча Но наверное Это можно будет Делать только В том случае Если дай бог Здесь нормализуется Ситуация На стадионе Локомотив Где пока все Складывается В нашу пользу Скажу лишь Только что По ходу матча Германия выигрывает У Исландии 1-0 А Венгрия Дома с таким же счетом Проигрывает Польша Вот и все Пока Хоряка Да ну и Швейцарцы К сожалению Выигрывают У ирландцев Говорю к сожалению Потому что Нам в том матче Нужно Болеть За победу Ирландцев Или за ничью Но сначала Выигрывать здесь А здесь Очередной удар И мощный удар Ливан Ирландцев Весь с ним Сейчас переживает Вся Россия Михаила Шветья В десяти играх За Локомотив Забил шесть мячей В этом сезоне Помним губля Шветья В матче Шахтером В лиге чемпионов Но Булыкин Врывался В штрафную Как хорошо Но В общем-то В этом эпизоде Он действовал неплохо Действовал напористо Точно так же Как И В том эпизоде Когда помните Он выиграл Верховую дуэль А даже не дуэль Он сражался сразу С двумя защитниками Пробил Но ломает Спас свои ворота Потом выдал мяч Подальше Кимаклидзе Это был Вот пока Единственный Опасный момент По-настоящему Опасный момент У ворот Ливанской сборной Смотрим Да Немножко не успевал К этому мячу Булыкин Мостовой Снова отошел назад Играет с Игнашевичем Справа открывается Евсеев Но пас Достаточно неожиданный Титову И вот уже Евсеев Евсеев ждет передачи Слева Сенников Анопко Мостовой Мостовой Противодействие Харяков Харяков Спас этот мяч Входящий в аут Харяков Держат Грузинские защитники И неплохо Контратакуют Вот уже в который раз Кверквели Да то Кверквели Отплатив мяч У своей штрафной Бисенко 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 Начинает Контратаку Титов Подача в штрафную Очень технично Мы отмечали Хорошую технику Грузинских Футболистов Во-первых Мы отмечали ее Всю жизнь Всю жизнь Но и в том числе Во время весеннего Матча в Дибилиси Демитрадзе Прострел Первым Отбирает мяч Овчинников Тут сошлись Два одноклубника Ошветия Овчинников Через коряку Гораздо больше Наши играют Через коряку Чем через Гусева Коряка Нам это Еще раз скажу Для тех Кто может быть Смотрит Нашу трансляцию Не с самого Начала Что нашим Нужна В этом матче Только победа И нам Нужно Чтобы швейцарцы Не выиграли На своем поле У сборной Ирландии А пока что Сборная Швейцарии В базале У Ирландии Выигрывает Неожиданно Два мяча Оказались на поле Замечание Мальчикам Подающим мячи Сенников Чуть сзади Мостовой А место Он не играл Претензия Не ожидал Но вот Наши Неплохо Комбинируют У линии Штрафной Подача Булыкин Получает Удар В лицо Жесткая игра Жесткая Жестко сыграл Леван Кабиашвири Против Булыкина Как гримаса Боли Исказило лицо Московского Динамовца Подача Была неплохая Но Все закончилось Ударом Отворот Сборной Грузии Я буду благодарен Если мне подскажут Сколько Времени Прошло С начала Матча Спасибо 29 Минута Идет И Сборная России Проигрывает Сборная Грузии 0-1 После Удара Яшвили И рикошета От Сергея Игнашевича Стадион Не умолкает Пошла волна По трибунам Подача Булыкин Гол Гол Повторяется Швейцарский Сценарий Великолепно Сыграл Булыкин Высоченный Прыжок Тонкий Удар В дальний Угол И наши Сравняли Счет Ну что же Булыкин 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 Булыкин